Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Федяров. Я автор вот этой вот книги «Невиновные под следствием. Инструкция по защите своих прав». Идея этой книги вынашивалась давно, но лето 2019 стало катализатором. Материала очень много, и материала много, уже много лет много материала набирается. Поэтому писалась она тяжело, но быстро. А сегодня я пригласил сюда, во-первых, людей, которые в книге есть. Это Сергей Бадамшин, адвокат, который защищает людей по очень знакомым политическим делам. Уже давно очень любим правоохранительными органами, но, тем не менее, пока его туда пускают. И, главное, выпускают. Сергей Медведев, политолог, мой добрый друг и человек, который очень много и очень хорошо пишет о том, что происходит в стране. Мария Мельчикова – это студенческий журнал «Докса», тоже очень громкая история последних дней. И вообще, лето 2019 как никогда затронуло студентов. И это тоже в книге есть. Анна Беломного, новосибирский адвокат, это человек, который защищал одного из героев книги, которому полицейские подбросили наркотики. И он бы сейчас уже, конечно, был давно-давно в колонии, но он не в колонии, он на свободе. А вчера осудили того полицейского, которому наркотики подбросили, к 3-м годам лишения свободы. И вот полицейский уедет в колонию. Это редчайшая история и высочайший профессионализм адды. Я сначала кратко о книге, а потом просто передам микрофон своим друзьям. Книга по своей структуре троична. В первой части я постарался описать, как правоохранительные органы работают по уголовным делам, которые, на мой взгляд, представляют наибольший исследовательский интерес и будут представлять, когда-то, когда этот период российского правоприменения будет изучаться студентами вузов, как позорный. Три категории дел будут особо интересны. Это дела, связанные с применением антинаркотического законодательства. Это подбросы, это классификации, это завышенная квалификация, это подмена борьбы со сбытом наркотиков, борьбой с потребителями. Вторая категория – это то, что мне по моей работе профессионально много лет, прежде всего, это классификация дел по экономическим преступлениям, так называемые экономические дела. Ну и третье, собственно, политические дела, политически мотивированные дела, дела, связанные с мирными протестами, связанные с выражением собственного мнения и с реализацией прав на собственное мнение и на мирный протест. Я анализирую практику судебную российскую, позиции высших судов российских, позиции европейских судов правом человека, по каждому из разделов старался сделать максимально кратко, но подробно. По большому счету и под названием книги инструкции по защите своих прав, именно потому что по каждому разделу можно просто брать и что-то использовать. Вот в текущей работе, в жалобе, в ходатайстве, при работе в суде просто взять и читать и использовать это вот на запад, прямо на запад. Вторая часть, мне самому больше всего нравится, потому что там я всего лишь задавал вопросы своим друзьям, которые считаю лучшими на данный момент, яркими, наверное, даже наиболее глубокими представителями правозащиты, в широком смысле этого слова. Не обязательно правозащитник, это человек, который ходит по улице с плакатом. Для меня правозащитник скорее, а вот еще Арсений Левинсон, тоже человек, которого я брал интервью в книге, это человек, который, наверное, сейчас в России один из лучших в правоприменении антинаркотической стандарте, своей защите прав и людей, которые привлекают по антинаркотическим статьям. И в этой второй части у меня 8 интервью, 8 диалогов. Там Ольга Романова, основатель фонда «Русь сидящая», Сергей Охотин, это человек, который занимается жалкою в книге и в ключе, адвокаты, Арсений Левинсон, адвокаты, Андрей Грисов, Сергей Богдавшин, Ирина Берюкова. То есть все те, кого мы видим и слышим постоянно, и те, кого интересно слушать и читать. А в третьей части это, собственно, выжимка рекомендаций, памятки, ссылки для того, чтобы человек, которого либо сегодня задержали, либо в отношении которого, собственно, идет уголовное дело, мог взять и посмотреть, что такое прокуратура, как туда писать стоит, или туда писать этим людям, которые фактически давно уже не занимаются надзором по уголовным делам, а вообще не заслуженно занимаются. Как обжаловать действие следует в суд, как вести себя в суде, как обжаловать приговоры в инвестиционном порядке, в надзорном порядке, как обращаться в СПЧ, какими правами обладает артурная защита, которая не имеет статус адвоката. Но все вот эти вопросы, которые мне, собственно, задают чаще всего, я их там, ответы на них систематизировал, и власть в третьей части. Если вы не против, я передал бы микрофон, или попросил бы взять микрофон с СПЧ, как он включается, скажи. Мне кажется, он уже включен. Здрасте. И попросил бы его рассказать о том, как он видит в лето 2019, и к чему оно приведет. Скоро 2019 год закончился. Слышно? Слышно, да. Да, 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 я в микрофон как раз катаюсь. По крайней мере, для меня однозначно есть... Вернее, для вас хорошая новость, 2019 год закончится, и скоро будет Новый год, и будет хорошее у всех настроение. Но вот мы встречаемся сегодня по поводу лета 2019 года. Лето началось с... Дело Голунова заканчивалось московским делом, которое продолжилось вчерашней черной пятницей, вынесением приговора по семи обвиняемым, посудимым по московскому делу. Как вот как раз говорил Алексей, потому что он разграничивал дела, которые, на его взгляд, в России сейчас происходят. Это первое, это борьба с потребительными наркотиками, ходи непосредственно с теми, кто занимается наркотрафиком и продажей наркотиков. Для этого, во-первых, достаточно жестокая, необдуманная наркополитика проводится. Это начиная от борьбы с заместительной терапией, заканчивая практикой, судебной практикой. Уж не говоря о том, что у нас любой потребитель, согласно судебной практике, становится человеком, который покушается на сбыт наркотиков. И дело Голунова вызвало общественный резонанс, который потом постепенно перешел в общественный резонанс уже в связи с выборами в Москве. Были люди недовольны результатами, даже не результатами, а самой подготовкой к выборам, к выборам, недопускам независимых кандидатов. Люди вышли на улицу, хорошей погодой этим способствуют. В дальнейшем первым таким моментом был, плохим звонком, это возбуждение дела по воспрепятственной деятельности избирательной комиссии Москвы, которая сейчас фактически это дело, скажем так, переродилась в московское дело. То есть это возбудили 212-ю, то есть массовые беспорядки, и 318-х, соответственно, насилие в отношении сотрудников полиции. при проведении массового мероприятия 27-го июля 2019 года. Возбуждалось ГСУ Москвы. Сложно говорить, кто был инициатором. Насколько я понимаю, все-таки это была Москва. Притом прокуратура Москвы одновременно выходила в те дни с задержаниями, с исками лишения родительских прав по двум семьям. В дальнейшем, насколько я понимаю, что то качество следствия, которое вызывало еще больше общественный резонанс, привело к тому, что дело передали в Центральный аппарат Следственного комитета. Востоке изъяло это дело и передал в Центральный аппарат Следственного комитета. Начались первые освобождения. Такие же первые освобождения были, в принципе, и по болотному делу. Там было гораздо меньше людей. В дальнейшем многие из них амнистировались, уже находясь на подписке, они вывели. Но здесь Центральный аппарат провел такое массовое освобождение. И дальше, для того, чтобы, скажем так, люди расслаблялись, дальше уже властью, чтобы понять о том, что московское дело не будет списано в архив, оно будет продолжаться, это будет аналогом второго балла труда. Началась вторая волна, начались сдержания уже второй, сейчас уже третьей волны. Мы вот с моим подзащитным соблюдением Рожабовым как раз находимся в первой волне, но мы не попали под освобождение, не знаю, по таким причинам. Хотя объективно, и сами следователи прекрасно понимают, что пролетающая бутылка мимо сотрудника полиции не образует состав преступления. Никакого. Максимум административного наказания мелких вулиганств, как многих, соответственно, отпускали под эту статью. В настоящее время по нашему делу мы уже вернули дело прокурору и обратно следствие провело все необходимые следственные действия, указав, устранив свои ошибки, потому что одна из ошибок, которая была, это неопределено, было место совершения преступления. Следствие привязывало к дому номер один по Цветному бульвару. Такого дома просто не существует. Достаточно было просто открыть публичную карту, любой человек может даже сегодня сейчас взять и зайти на сайт Росреестра и публичное кадрство карты в свидетельстве о том, что такого дома нет. Наше первоначальное ходатайство в возврате дела прокурора судом, судом был отказан наше удовлетворение этого ходатайства. Как сказал прокурор, место совершения преступления определено и наше было предложено, может быть, прокурор подумает, но прокурор скажет, что нечего думать и, соответственно, на следующее уже открытое судебное седание суд сам вышел с инициативой вернуть дело прокурора. На что первый мой вопрос был суда, что произошло за эти 8 дней, которое, соответственно, судебное седание не шло, мы ничего не устанавливали, соответственно, я так понимаю, что судья действительно уже после вынесения постановления назначения основного заседания открытого решила посмотреть, что в публичной кадастре какая информация есть. Ну, в общем, вот оно качество. В принципе, центральный аппарат, конечно, работает значительно лучше, но, к сожалению, те ошибки и то, что происходит с этим делом, вызывает еще больше возмущения. Это, начиная от жесточайших наказаний, я здесь отдельно выделил бы как раз фигуру Константина Котова. Это наш товарищ, который всегда выходил и помогал людям, кто попадал в беду. Это человек, который никогда не применял никому, даже не то, что насилие, а какого-то грубого слова. Вот, его осудили на 4 года и он сейчас уже практически отправлен в колонию. Вот, но появились еще очень интересные активисты, которых раньше мы не знали. Появился, например, Алексей Миняйлов, я как раз хотел выделить сегодня как раз свою речь, потому что это очень активно молодой человек и сейчас очень помогает и пришло еще очень много людей, которые возмущены этим делом, возмущены результатом расследования, возмущены осуждением и жестоким приговором. Видимо, с этим связаны вчерашние вот эти, так называемые, немного циничные шутки, черные пятницы, когда вынесли приговоры семьи, человеком обвиняемым, судимым, и часть из них была освобождена. Слава Богу, что люди на свободе, это для любого адвоката всегда первая радость, что любыми средствами, способами, чтобы человек был на свободе, подзащупный. Конечно же, сами по себе приговоры, сами по себе приговоры вызывают сомнения в плане правосудности и обоснованности. Насколько я понимаю, что Следственный комитет в дальнейшем должен выносить как раз уже процессуальное решение по возбужденной 212 статье. Вчера первая ласточка как раз была по Фомину, потому что массовых беспорядков не было объективно, понимают сами следователи. Но для того, чтобы прекратить это дело, нужно соответствовать первое волевое решение и политическое решение. Принятое вчера решение по Фомину я бы действительно как раз еще раз отметил. Надеюсь, что в ближайшее время по всем остальным лицам, которые привлекались к уголовной ответственности по 212 статье и сейчас уже некоторые осуждены по 317 статье за применение насилия в отношении полицейских или его разгвардейцев будет вынесено профессиональное решение о прекращении уголовного расследования. Это такая чисто формалистика. Я полагаю, что время у меня уже немножко подходит к концу, так как Алексей схватил уже микрофон, либо будет говорить, перебивать, либо бить меня им. Поэтому полагаю, что все-таки с учетом вчерашних приговоров надеюсь, что судьбы других людей будут меньше сковерканные вот этим позорным летом, позорным летом прежде всего для полиции, для Росгвардии, для московских властей и для Следственного комитета по обвинениям и судам. Сергей, потратите минуту, расскажи про дело Шевченко, что происходит сейчас с ней. Настя сейчас находится под домашним арестом. Дело Шевченко это первое возбужденное уголовное дело в России за сотрудничество с нежелательной организацией. Нежелательной организацией является, по мнению Генеральной прокуратуры, открытой России. Настя находится сейчас под домашним арестом. Предварительное следствие завершено. это было позавчера мы как раз написали под покол об ознакомлении с уведомлением. И мы переходим к самую интересную стадию это ознакомление с материалом уголовного дела. Количество томов, конечно, вызывает удивление и восхищение одновременно работы целого подразделения. Это первое следственное управление с дислокацией Ростов-на-Дону. То есть это целое управление Генеральной прокуратуры, которое находится в дислокации в Ростове. Это еще с Чеченской войны специально туда перевели. Ну вот они взрослые мужчины расследовали уголовное дело и на расследовании целых 40 томов. Я надеюсь... Здесь у вас надо сотрудничество предпринимать? Я так... Я, честно говоря, вопрос основной у меня вызывает следствие это когда я предоставляю материал из осмотра реестра зарегистрированных юридических лиц Великобритании в части в том числе Лондона и Уэльса. Они же говорят, что это юридическое лицо организации открытой России. Предоставляем выписку, что таких организаций не зарегистрировано на территории Великобритании. И вот к сожалению места в 40 томах не нашлось для того, чтобы эти документы были приобщены к материалам уголовного дела. То есть всеми путями следствия пытаются потворствовать той ошибке и вернее принятому политическому решению в отношении открытой России и активистов открытой России. мы идем соответственно в суд. Насколько я понимаю сейчас ознакомимся со всеми материалами. Есть у нас уже возникает с первого тома много вопросов. Но пока сейчас естественно раскрывать всю свою позицию и открываться мы не будем. Пока ознакомимся. еще скоро ведут я чувствую УПК поправки по адвокатам что если есть больше двух а за месяц все таких адвокатов мне кажется отводить это дело просто будут. К нам же присоединился Матвей Цзин и очень здорово что присоединился потому что это человек которому я хотел задать вопрос когда ты защищал Актерами Лансертова за то которого привлекали к ответственности за то что он якобы пытался вести экстремистскую деятельность против правительства Казахстана на территории Казахстана и чувствовал ли ты что в итоге это 2019 тоже наступило? Добрый день всем спасибо что пришли очень приятно вас видеть честно говоря мне кажется что лет 2019 оно давно уже наступило просто впервые это стало может привлекло настолько большое общественное внимание и затронуло тех людей которые раньше не затрагивались в репрессивной политике государства и в силу этого конечно вызывает больше общественное внимание общественное измущение чем раньше но за исключением нескольких технических моментов вот в этом лете 2019 года я не вижу ничего толкового что не было бы раньше то есть может быть эти тенденции развиваются усиливаются но принципиально единственное что новое как мне кажется это супер ускоренное рассмотрение уголовных дел вот этого раньше не было а вот все остальное исключаем абсурдность обвинений оно и раньше присутствовало если говорить о деле Петра Милосердова оно вот перекликается как раз с тем что говорит Сергей он предоставляет выписку из реестра юридических правительств Великобритании а в нашем случае мы представили ответ генеральной прокуратуры Казахстана на мой адвокатский запрос где я прямо спросил имеются ли у Казахстана какие-то претензии в отношении Петра Милосердова может быть он свергал конституционную строй Казахстана или еще что-то сделал удивительно конечно что прокуратура Казахстана мне ответила причем она ответила мне на русском языке я ее спрашивал на русском языке она мне ответила на русском языке оказывается в Казахстане существует законодательство в соответствии с которым государственные органы обязаны ответить на том языке в котором к ним обратились и на практике у них почти все все функции дублируются есть человек который общается на казахстане есть человек который общается на русском и они не ответили что нет никаких претензий к моему подзащитному, у которого милосердия у них нет, никакие уголовные дела возбуждены. И мы представили этот документ в наше следствие и в наш суд. Они сказали, а кто такие казахи, чтобы узнать, что реалит этот государь? Да. Кто эти люди вообще? Мы здесь лучше их самих знаем. Покушался Петр Милосердов на кондиционный строй Казахстана или не покушался? И этот документ он фактически был просто проигнорирован. У меня была полная убежденность, что это железобетонный аргумент. Если человек обвиняется в покушении на кондиционный строй Казахстана, а Казахстан говорит, что у него нет претензий к нему, он не видит никакого преступления в его действиях, то это конец уголовного дела. Но нет, такого не произошло. По этим же обвинениям Петр был осужден. Ну, частью он уже вышел, на свободе находится. И, ну, а это все произошло вот в 2017-2018 годах, то есть до событий лета 2019 года. Конечно, мы пытались привлечь к этому делу общественное внимание, и в какой-то степени удалось. То есть не сказать, что это прошло совсем незамеченным. Но это было личное лето 2019 года для Петра, я бы вот так сказал. Спасибо. Хотел бы спросить, или так поставить задачу Сергея Медведева, воспользуясь положением мобератора. Сергей, смешно, да, «Черная пятница»? Вот как политолог, скажите, пожалуйста, а зачем нужно было 5 приговоров выносить в одну пятницу в один день? И ведь они гнали к этому дню, все приговоры подгонялись. Они готовы были ночами работать, чтобы приговоры вынести в один день. Зачем это нужно? И что будет в следующем году? Отмечая на конкретный вопрос, мне кажется, что здесь нужно говорить о некой символической логике, о которой я скажу чуть позже, потому что эта система имеет логику. И это главное, чем замечательная книга Алексея. Вот я начну, поскольку это книжный салон, книжная ярмарка Шекспира. Вот Шекспир в Гамлете говорит, вернее, не так говорит, в Полонии, когда он пытается объяснить такие сумасшедшие речи Гамлета, он говорит, «Thill this be madness, yet there is method in it». Хотя это безумие, но в этом безумии есть система. И вот то же самое, мне кажется, можно сказать о безумии правоохранительной, так называемой правоприменительной системы российской, которая поначалу кажется безумной со стороны, да, вот как еще несколько лет назад мы говорили, о взбесившемся принтере Государственной Думы, которая печатает закон. Сейчас можно говорить о взбесившейся правоохранительной машине, которая, ну, как каток просто едет и абсолютно без разбора подминает, поджирает, подъедает людей. Но во всем этом безумии есть большая система, точно так же, как и во вчерашних приговорах, которые нужно было вынести в один день. И, так сказать, да, знаете, отчасти может быть здесь еще то, что там Путин едет, там, встреча с Макроном, и, может быть, в этом контексте можно было как-то закрыть эти все дела, чтобы не было никаких нежелательных, в том числе и относительно, так сказать, мягкий приговор по Жукову, чтобы не было никаких нежелательных контекстов. Но это не важно. Важно то, что... Вообще я хотел тоже начать с того, что Алексей совершенно фантастически продуктивный человек, и я уже вот в этом году участвую в презентации третьей его книжки. Это совершенно удивительно. У него есть замечательная книга очерков тюремной жизни под названием «Человек сидящий». Очень рекомендую, с очень хорошими иллюстрациями, очень такие парадоксальным образом теплые человечные заметки из «Мертвого дома». У него есть книжка «Антиутопия» под названием «Сфумата» о том, что может быть с Россией, если все нынешние тенденции, которые мы обсуждаем, начнут развиваться, и что в России будет примерно лет через 15 в году, в 2035-м. И вот это третья книжка в течение года, которую мы обсуждаем, и, конечно, могу только поклониться и признать его в феноменальную продуктивность. И действительно, особенно если посмотреть на первую книгу, мы наблюдаем рождение писателя и очень, так сказать, большого мастера слова, который буквально на наших глазах появился в русской литературе. Что касается самой сути этой вещи, о которой он говорит, то здесь, понимаете, я вообще хочу сказать, что это, может быть, самое главное, что произошло с нами, мы неожиданно оказались внутри романа Кавки. Мы неожиданно все оказались тем самым Йозефом Ка из «Процесса», который вдруг в одно утро, ни с того, ни с сего, будучи человеком невиновным, он даже замечательно у него есть когда разговор со священником в Пражском соборе, и он говорит, ему священник говорит, вас признали виновным, и Йозеф Ка отвечает, как человек вообще может быть виновным. Ну так вот, фундаментально невиновный человек, оказывается, сталкивается вот с этой вот страшной бюрократической машиной процесса, который его понемножку раскладывает на части и, в конце концов, убивает. И вот мы все оказались героями этого романа, помимо собственной воли, и это удивительная совершенно перемена. Этого не было еще, естественно, и 10 лет назад, даже 5 лет назад в такой степени этого не было. И вот мне, как политологу, очень интересно, что с нами такое произошло. Потому что даже я замечаю, включите любой выпуск новостей радио, да, там не государственного, может быть, там не радио «Комсомольская правда», ну, такого, так сказать, лоялистского, такого более-менее нейтрального, взвешенного радио. Вот я слушаю в машине, там, «Бизнес-ФМ», «Коммерсант-ФМ». Я заметил последние несколько лет, что из всего потока новостей примерно 80% имеют юридическую составляющую. Это касается, там, открытых дел, кого-то, так сказать, отправили на этап, кого-то, так сказать, закончено расследование, кто-то начал ознакомиться с материалами дела. Неважно по экономическим делам, где, вот там, Ивана Галилу, Голунова, Анастасия Шевченко. Это не какие-то правозащитные радиостанции, да, это не, так сказать, хроника мемориала, да, не хроника текущих событий. Это обычный новостной поток, который практически целиком сидит, стоит из юридически правоприменительной репрессивной информации. Удивительно. Тоже помню, как-то в Фейсбуке с Алексеем мы посмеялись, обсуждали, там, открываю газету, читаю. «Этап в Нижнем Тагиле». Думаю, ну, все понятно, этап в Нижнем Тагиле, вчитываюсь, а это, оказывается, прыжки с трамплином в Нижнем Тагиле. Трамплин стоит, и, значит, этап «Кобка мира» в Нижнем Тагиле проводится. Но как-то тут автоматически это все воспринимается. Это, как помните, у Пелевина было «Камера смотрит в мир» передачи, и сразу представляется, как люди скрутились у решетчатого окошечка и смотрят наружу. Камера вот и мы такая, примерно, камера смотрящая в нее. Почему это все случилось? И здесь я, как такой, не люблю слово, политолог, не знаю, я не политолог, скорее, я социолог или антрополог, но, так скажем, с академической точки зрения, я пытаюсь здесь увидеть три логики во всем, что произошло. Первая логика – это логика террора. И пусть вас не смущает это слово. Понимаете, мы сейчас вроде как не в 37-м, вот проходит нон-фикшн, да, мы все на свободе, мы можем говорить достаточно свободные вещи. Навальный на свободе, к примеру. Границы открыты, у большинства здесь присутствующих, видимо, есть загранпаспорта с визами, они могут куда-то поехать на Новый год. Да, и действительно, жизнь продолжается. Но внутри эта система сама, логика ее, она абсолютно та же самая, что внутри 37-го года. Это логика террора. Эта логика, вот об этом не раз пишет Алексей в своей книге, без системных, рандомных репрессий. Репрессия, которая может настигнуть каждого и каждую, вне зависимости от виновности каждого конкретного субъекта. Вы можете просто дорогу не в том месте перейти и попасть под машину мента. Может, у вас бизнес кому-то приглянуться. Может, случайно пост или репост, или лайк в Фейсбуке, или еще скорее ВКонтакте. Это все абсолютно вот эта вот ежедневная, повседневная деятельность, ежедневная наша рутина, она так или иначе может обернуться для нас вот этим самым кавкиянским процессом. И вот эта логика террора, логика 37-го года, она невероятно продуктивна. Она создает вот это вот поле потенциальной, тотальной виновности, потенциальной, тотальной репрессии против каждого человека. Примеры, которые, так сказать, здесь рассматривают Алексей. Любой может попасть под 228-й по наркотической статье. Меня как-то тоже вот из наших уже долгих разговоров, диалогов с Алексеем впечатлило. Я его спросил, вот Алексей, как ты думаешь, сколько сейчас человек в тюрьме сидит, если посмотреть общий состав российских тюрьм, сколько человек сидит невиновных в тюрьме? Ну, не только невиновных, но, так скажем, чье наказание не соответствует их мире вины, да, им было много-годно. Он, так сказать, подумал, он говорит, примерно две трети. Понимаете, мы живем в стране, где две трети людей в тюрьме сидят, которые там не должны были бы сидеть. Это фантастическая совершенно речь. Понимаете, и именно это позволяет мне говорить, что мы находимся внутри, ну, такого лайтового, постмодернистского, но 37-го года. Это хорошая, давняя традиция российского государства, и она сейчас на наших глазах повторяется. Это первая, логика террора. Вторая логика, это логика ресурсов. Потому что эта машина, понимаете, она имеет собственную субъектность, и она имеет собственную логику. Не надо думать, что все эти репрессии заказываются здесь, в соседнем квартале. Да, вообще так я, конечно, не очень комфортно себя чувствую, не люблю близость к Кремлю, гораздо лучше было на Монфикшене в этом самом, на Крымском, да, на Крымском балу. А здесь и линка такая, чиновная улица, за каждым подъездом эти самые кокарды ФСО стоят и так далее. Не знаю, мне здесь некомфортно. Ну, неважно, в общем, не надо думать, что вот вся эта репрессия, там, дело Голубого и прочее, даже может быть московское дело, что они планировались и заказывались в Кремле. Они возникают внутри самой этой машины, внутри самой этой системы. Потому что у нас, как говорит, который при любом угольном случае, в долгом случае цифровый Симон Кардонский, у нас ресурсное государство, все является ресурсом. Сила, силовой ресурс, это тоже ресурс. Мы ресурс для системы, биологический ресурс. Люди, находящиеся на свободе, это потенциальный ресурс для того, чтобы превращаться в дела и, соответственно, в какие-то, ну, с одной стороны, коррупционные ресурсы, а с другой стороны, это дела для, эти уголовные дела, которые по каждому из нас могут быть возбуждены, как здесь говорится, да, а суждены невозбуждены. Эти дела превращаются в все новые ресурсы, для системы. Она производит угрозы, она выдумывает угрозы, она придумывает Майдан, который видится в иностранных агентах, который видится в нежелательных организациях, который видится в любой совершенно сетевой активности в соцсетях. И она эти угрозы, во-первых, под них получает новые ресурсы, новые звания, новые премии какие-то, вот эти вот палки полицейские, которые рисуются, и под которые, которые они пополняют планы по посадкам. И она продает эти угрозы государству, которое говорит, смотрите, раскрыто столько-то, так сказать, террористических ячеек, раскрыто столько-то, так сказать, молодых людей, подготавливающих государственный переворот, вот этого дела нового величия. И это, вот это надо понимать, что это не политическая даже логика, она становится политической в своих последствиях, но это ресурсная логика. Каждое министерство, каждое ведомство, оно максимизирует свои ресурсы. Нефтяники максимизируют свои ресурсы, у них нефть и госбюджет, здравоохранение каким-то образом максимизируют свои ресурсы. А это силовики тоже максимизируют свои ресурсы, а у них только есть люди, ходящие на улицах, И, соответственно, путем поддавливания этой биологической массы людей они фабрикуют и формируют все новые дела и продают государству все новые угрозы в обмен на все новые бюджетные средства, все новые ведомства, дублирующие друг друга, как Следственный комитет и Генеральная прокуратура, зачем эти два ведомства существуют параллельно, и, соответственно, новые дела. И уже заканчиваю. Третье и последнее, о чем я хочу сказать, это логика насилия, которая очень важна в России. Россия — государство, стоящее на насилии. Мы это все должны понимать. Это происходит уже не первое столетие. Это логика колониальная, логика государства, которая относится при помощи насилия к колонизируемой территории, к колонизируемому населению. Это логика внутри самого общества российского размазана так тонким слоем, как масло по бутерброду, потому что отношения между полами, между гендерами, отношения между старшими и младшими, отношения между начальником и подчиненным, мужчиной и женщиной, они все стоят на насилии. Насилие является универсальным языком нашего общества. И в данном случае появляется в этой тотальной системе то, что называется предприниматели насилия, силовые предприниматели. Вот у моего друга и коллеги Вадима Волкова из Европейского университета есть замечательная книга «Силовое предпринимательство», которая в Кембридже вышла, переведена на русский, такая уже классика жанра. И вот он это говорит, понимаете, у нас появился некий класс силовых предпринимателей, это силовики, которые наследуют в этом случае классу бандитов 90-х годов. Это говорит об отсутствии в России государства. Потому что что такое государство? Государство, как учит Макс Вебер, это окончательная территориализованная монополия на насилие. То есть существует некий Левиафан, который присваивает тебе монополию на насилие и, соответственно, отнимает ее у различных вот этих вот бандитов, ракетиров и так далее. В 90-е годы, которые сейчас так все проклинают, эту монополию себе присвоили бандиты. Но в удивительном образе 2000-е годы эту же монополию перехватили силовики, которые не являются государством. Государство – это мы, государство – это налогоплательщики. Они являются просто некой силовой корпорацией, силовой отряд, силовым отрядом, которые монополизировали вот это вот распространенное насилие и используют в качестве своего инструмента, в качестве средств для максимизации своих ресурсов. И последнее, что я хочу сказать, это ситуация вся невероятно выгодна власти. То есть, еще раз, я не склонен думать, что вот эта вот вся логика перерождения правоохранительной системы изначально закладывалась стратегической власти. Система себя воспроизвела вот этого вот дракона. Она размножилась. Они получили ресурсы, они получили легитимацию, они не встречают никакого противодействия среде. Но при этом они невероятно важны для задач Кремля, для задач воспроизводства власти. Потому что единственной задачей власти является самовоспроизводство. Это не какое-то там мировое господство, не какое-то там, я не знаю, реформы России, модернизации и так далее. Единственная задача – это самовоспроизводство, пережить избирательный цикл 2024 года, продлиться за 2024 год. И вот эта вот ситуация, она невероятно удобна и выгодна. Она держит под контролем вот эту вот биомассу населения. Она, так сказать, имеет весьма, так сказать, квалифицированный, мощный и ничем не ограниченный силовой аппарат для проведения своих репрессий. И это некая гарантия продолжения нынешнего режима, который пока что вполне действует. Вот. Ну и что делать? Читать книжку Алексея «Невиновные последствия». Потому что, конечно, жить непросто, но лучше жить с открытыми глазами. И понимать, что, знаете, как медики говорят, нет здоровых, а есть необследованные. Вот это с точки зрения врачей, с точки зрения силовиков нету. С точки зрения. Да, да, и нет свободы как бы неосужденных людей, нету непривлеченных людей, есть просто недоследованные, да, те, которые еще не попали в точку зрения силовиков. Я, конечно, немножко шучу, и дай бог, что все мы, так сказать, дальнейшие, этот, следующий год и дальнейшие годы переживем спокойно. Но в любом случае эта книга, мне кажется, должна стать настольной, она понимает, как внутри устроена эта система, предупрежден, значит, вооружен. И спасибо Алексею, который, находясь, будучи бывший, так сказать, работавший, так сказать, бывший сам бывший силовик, который, так сказать, изнутри знает, как работает эта система, сейчас уже в качестве правозащитника, в качестве адвоката. Спасибо, что он делится с этим знанием и таким образом вооружает нас против этого левиафона. Спасибо. Спасибо. Я сегодня пока ехал сюда, слушал на Олехе разговор с Егором Жуковым и удивлялся. Да, хороший, умный парень, но он абсолютно обычный парень, обычный студент, 21 год. И человек, которого практически никто не знал, но спасибо управлению защитных институционно-устроев, ФСГ и Следственного комитета, из него сделали человек узнаваемым, популярным. И это очень хорошо, потому что на фоне того, что мы видим в политической среде сейчас, это только воздух освежего. И я хотел бы спросить у Марии Меньшиковой, руководителя студенческих зданий ДОКС, одного из студенческих лидеров, как раз и Вышки, к тому же. Откуда вы вообще появляетесь такие? Спасибо большое, Алексей и Мария Меньшикова, журнал ДОКС. Откуда мы появляемся? Хороший вопрос, я постараюсь на него ответить. Вообще, когда я взяла Вашу книгу в руки, я подумала, что это так здорово, что появилась эта книга, которая, понятно, не специалисту с одной стороны, и которая настолько актуальна сейчас и полезна, что я могу ее распространять, поделиться, сказать, вот здесь можно посмотреть об этом, а потом я сразу же расстроилась, потому что такая книжка не должна быть ни в коем случае не полезной, не актуальна при нормальном ходе событий. И, конечно, дело Егора Жукова, когда оно появилось, оно создало вокруг него то самое движение, поддержку, которой, например, не было у того самого Йозефа К. из Кавкианского процесса. Я думаю, в этом смысле мы, конечно, еще не находимся в той ситуации, в которой находился Егора этой книги. И это так удивительно было следить за всем этим действием. И еще более удивительно было следить за тем, как люди организуются без какого-либо опыта, без каких-либо знаний, и они открывают для себя те способы, как можно бороться за освобождение политзаключенных. И для меня, как для студентки, как для члена редакции студенческого журнала, который пишет об образовании, критикует образование снизу с точки зрения студента, было вот что интересно, когда суд над Егором Жуковым не стал привлекать, как это правильно юридически выразится, экспертизы, которые были предоставлены стороной защиты. Эти экспертизы были составлены лингвистами, у которых есть многолетний опыт, почти что полвека люди работают в этой сфере, есть ученые степени. Они входят в профессиональную ассоциацию, и суд решает, что вот эти люди, они не могут решать, есть ли экстремизм в роликах Жукова или нет. А вот человек, который прошел переподготовку, имея физмат-образование, переподготовку в каких-то органах, он может решать. И это на самом деле тот клевок, который очень сложно пережить с точки зрения меня, как члена академического сообщества. И, наверное, лето 2019 года стало для нас открытием самих себя, студентов как сообщества, которые могут действовать как-то коллективно. И я надеюсь очень, что этот эффект продлится, и группы поддержки, и политзаключенных не перестанут существовать, а выявится что-то более большое. И это удивительно, насколько некоторые члены той стороны, я бы так могла выразиться, тоже понимают, они тоже все понимают. Вот простой пример. В университете имени Баумана студенты собирали поручительства, чтобы предоставить их в суд в защиту Андрея Варшая. И проректор сказал, что вот эти студенты, они занимаются политической деятельностью, и они собирают поручительство в поддержку политзаключенного. То есть для нас это, как сказать, ну да, политзаключенного, но на самом-то деле, если подумать, наше государство не признает существование политзаключенных. То есть уже какой-то, мне кажется, сдвиг вот именно в том, как об этом говорят, он произошел. Мне кажется, такие сдвиги еще мы будем отслеживать и дальше. Ну вот, я думаю, что студенты, то, как мы появились, мы появились точно так же в качестве сообщества этим летом, как появились, например, актеры, как часть гражданского общества, которые подписывали открытое письмо в защиту Павла Устинова, как появились врачи, книгоиздатели и так далее, и так далее. То есть вот эти части гражданского общества, которые осознают себя как нечто целое. Ну и, наверное, я бы хотела всем нам пожелать прочитать книгу Алексея и дожить до тех пор, когда она перестанет быть актуальной. Я тоже за. Для меня, как для исследователя, наблюдателя этих процессов, ну и самого непосредственного участника, но тем не менее, человеку, как человеку, которому постоянно идут информационные потоки, о делах, в которых я не во всех могу сам принять участие, очень интересно наблюдать за разными людьми. Вот есть Сергей Бадамшин, который, ну, просто вот так устроен, он живет просто в пасте Левиафана. Ему там комфортно, Левиафану некомфортно, но он его выплюнуть не может, не получается, он как жив, как в печку перстит, только не в печку, а наоборот, не выходит. Потому что, я думаю, что больше всех будет переживать, если вдруг правоохранительный системный станет человеческой Бадамшин, но делать нечего будет. Просто скучает человек, поедет в Эфиопию или еще куда-то, в Африку, потеряем человека. ЧВК пойдут. С другой стороны, вот параллельно с делом Ивана Голунова, по которому работает Сергей, развивалось дело с парнем по имени Ильдар из Татарстана. Ему здесь, на Арбате, у участкового подбросили наркотики. И тут же нашли ему адвоката. В общем, дело такое, ну, просто потрясающе смексифицированное дело. Адвокат все подписывает. Родственники находят адвоката Анну Беланову. Анна живет в Новосибирске, тем не менее, она прилетает сюда. Следователь ее не пускает. Что делает Анна в этой ситуации? Ну, любой другой адвокат сказал, многие адвокаты сказали, ну, все, ладно, я пошел домой, меня не пустили. А она добивается без медиаресурса, без поддержки здесь каких-то высоких органов, добивается возбуждения уголовного дела от нашей участкового. Парня своего защищает дело, пытается два раза направиться, оба раза возвращаются сюда. Я думаю, что он будет скоро, ну, в отношении скоро ему будет прекращено дело. Почему? Потому что вчера этого участкового осудили за подросток именно по этому эпизоду, именно по этому человеку. Как она смогла это сделать, ну, пусть сама рассказывает, отдуваем. Спасибо. Спасибо большое. Итак, мое дело, оно одновременно обычное и необычное. Обычное с той точки зрения, что сколько дел по незаконному хранению приобретению наркотиков выявлено в Российской Федерации, в том числе, и за этот год. А необычно оно с той точки зрения, что этим делом я доказала все юридическое как правство, что с палочной системой можно и нужно бороться. Значит, как вы знаете, в 2015 году президент России признал оборот наркотиков «Угроза национальной безопасности». Именно с 2015 года сроки по таким составам резко возросли, прям резко. Соответственно, и палочная система тоже не заставила себя долго ждать. Ну, то есть, как бы оперативные сотрудники, мы сами наркотики подбросили, сами преступления выявили. Вот так мы боремся с незаконным оборотом наркотиков, как велел президент. И в моем деле получилась такая история, это дело слабриковано, но весьма хитрым образом. Не просто так к человеку подошли и запихали в его одежду, либо в его сумку наркотики, а его привезли к этому месту, и он самостоятельно забрал наркотик. То есть, он познакомился, будучи пьяным, да, я его как бы не оправдываю, он сам виноват в том, что он попал в эту ситуацию. Он был пьян на Казанском вокзале, к нему подъехали заранее мучные люди, пригласили сесть в автомобиль. В автомобиле сказали, тебе плохо, ты пьян, он говорит, да, хочешь по нему это вещество, тебе станет хорошо. К нему дали понюхать дорожку вещества, он ее понюхал, и объясню, для чего это было сделано. И потом говорят, хочешь еще, но уже за деньги. Он говорит, да, и не против. Его везут на Арбат, и те люди, которые везут, заранее созваниваются с кем-то, как мы только потом выяснили, с оперативным сотрудником, который ждал его там на Арбате, предварительно разместив закладку с наркотиками. Человек подходит, забирает коробок, подвигает оперативный сотрудник, делает подсечку на поиск, барит его на землю, надевает наручники. В наручниках он пролежал час на Арбате. И оперативный сотрудник говорит, привезя его в отдел, твою историю о том, что ты приобрел на самом Арбате наркотики, ну как можно наркотики на Арбате размещать, никто не поверит. Ты скажи, что ты приобрел через закладку в Филевском парке. Потом пошел гулять, а я тебя задержал. Тогда мы сделаем так, что тебя отпустят, а он сам с Татарстана. Сами понимаете, тяжкий состав, подписку о невыезде могли бы не избрать при непризнании вины, его посадили в СИЗО. Значит, мы тебе меру пресечения изберем подписку о невыезде, потом получишь словное, поешь домой. Вот, он подписался. У оперативного сотрудника двойная польза. Он получил раскрытие и темный состав по сбыту, то есть когда выделяется хранение, потому что на арбате, который сбыл наркотики, выделяется темный сбыт. Так вот, с его участка, с Сарбата, он с Филевским оперативным сотрудником тёмный сбыт, этот скинул. Вот. И всё, ничего, но Альтер обратился ко мне. Очень быстро оперативно сняли данные с камер наружного наблюдения Сарбата. И когда мы посмотрели эти камеры, мы, конечно же, ужаснулись, потому что на камерах видно, что мой подзащитный подходит, действительно, подлетает этот оперативный сотрудник, всё, то есть как говорил, мой подзащитный. И тут же, значит, автомобиль, УПС подъезжает, то есть всё заранее было спланировано, и все были готовы к этому задержанию. Оперативный сотрудник своих показаний говорил неное, что мы подошли, по закону полиции представились, выказали удостоверение, спросили, есть ли что запрещено, пишет целый рассказ, который не соответствовал тому, что было на камерах. Значит, дело моего подзащитного направляет в суд, параллельно ведёт расследование ОСБ города Москвы по выявлению преступной деятельности этого человека. Выявляются лица, значит, устанавливаются преступные связи, кто привёз, как привёз, и спустя 4 месяца после того, как... Да нет, наверное, даже побольше. В общем, в августе прошлого года приезжают сотрудники в тот отдел, где он работал, надевают на него наручники и помещают в следственные залятки. Ему вменяются две статьи. Это оконченный сбыт и превышение полномочий. А мой подзащитный так и отменяется в хранении. Вот. Алексей говорил, да, два раза дело возвращалось на то проследование по моему подзащитному. Но мы сейчас дождались обвинительного приговора, суд признал виновного оперативного сотрудника. И сейчас мы будем добиваться прекращения дела по лицу моему подзащитному, который действительно невиновно пострадал. Он утратил социальные связи, он тут под подпиской о невыезде в Москве. Он не может работать, а работал вахтовым методом в горах, у него зарплата была очень большая, порядка 180 тысяч рублей в месяц. А поскольку он тут под подпиской, он на вахту уезжать не мог. Его бросила девушка, потому что она не выдержала расстояние отношений. То есть человек абсолютно заброшенный сейчас остался в Москве по причине того, что нужна была сотрудникам еще одна палка. И это ужасно, потому что я понимаю, сколько таких дел были направлены в суд и вынесены приговоры, потому что у людей не было таких адвокатов, как я. Без ложной скромности. И на этом стройке правоохранительной системы, к сожалению, с ней можно и нужно бороться. Все, спасибо. Приводит ракон из рук Сергея Бадамшина. Я вот как раз хотел еще раз как раз коллеги сейчас рассказывал. Обратите внимание, что в Москве существует такая программа, как городская система видеополюдения. В случае, если где-то что-то происходит, обязательно заходите на сайт, смотрите камеры, запрашивайте, потом обращайтесь к адвокату, и адвокат через адвокатский запрос может сделать запрос по этим камерам. Просто время хранения очень ограничено, там три дня буквально, поэтому то, что коллега сделала, это действительно оперативно, быстро, и это действительно предопределило судьбу этого уголовного дела. Поэтому, если, не дай Бог, что случается, какое-то на улице, там с транспортом, не с транспортом, просто знайте, что с кем-то случилось, запрашивайте материалы по этим камерам, и это действительно поможет просто уже в дальнейшем по уголовным делам и вашему защитнику. действительно, вы молодцы. Спасибо. И Арсений Левенцов. Мысли не так давно он меня приглашал на слушания парламентские по вопросу применения теракотического законодательства. Буквально за пару дней до этого президент высказался о том, что либерализации не будет. Арсений, скажи, что же будет в итоге с уголовным антинаркотическим законодательством его применения? Спасибо за приглашение. Спасибо. После нас буквально три минуты. Да. Спасибо Алексею за то, что написал эту замечательную книгу и взял именно тот ракурс, который, мне кажется, должен был быть при рассказе о невиновных, о политзаключенных, если по-другому. Потому что в основном информационном потоке, про который говорил Сергей, обычно фигурируют конечно всем известные дела. Дела московское дело, дело сети, дело нового величия, дела по 282 статье Прим-2. Но основная масса невиновных в тюрьмах и колониях это, конечно же, не осужденные по 282, это осужденные по 228. и поэтому вот этот ракурс на эти дела в этой книге мне кажется очень правильным. Именно эти дела на самом деле разлагают, как правильно пишет Алексей в своей книге, правовую систему и позволяют дальше любого невиновного привлечь к ответственности. Мы все потенциально виновные и как у Кавки говорилось, что никто этих виновных не назначает, общество само определяет виновного. Вот это выпадает случайно как жребий. Но если Кавка говорила о каком-то высшем суде, то мы имеем дело с, в принципе, совершенно реальным процессом, с реальным судом и с реальными механизмами противодействовать этим злоупотреблением властью. И книга Алексеевича важна тем, что она объясняет именно как защититься от этого правового беспредела, как самому не прибегать к помощи даже профессионалам противостоять вот этому левиафану, этому процессу и как можно в нем он пытается сориентировать, приоткрыть, сделать более доступным этот процесс, потому что он не кавкианский все-таки, а он реальный. Он вот здесь и сейчас. И люди, которые находятся в системе, находились в системе как Алексей, они могут нам рассказать о том, как в этой системе выжить. И у Кавки была такая смешная роль адвоката в процессе, адвокат там был больной, ничего не могущий человек, лежащий, к которому приходили. И у нас, к сожалению, примерно такая же роль адвоката в процессе, адвокат мало чего может. И гораздо больше, на самом деле, во многих случаях может сам обвиняемый, который должен, может, первое, что он может сделать, это не признать вину и бороться за свое невиновность, за свое оправдание. И проблема нашего процесса, нашего уголовного преследования, что очень маленькое количество людей это делает. Почти все дела идут в особом порядке, и люди, не веря в правосудие, в принципе, обоснованно, отказываются от своей защиты. И это сложно осуждать, потому что, оказавшись самому в такой ситуации, ты не знаешь, поддашься на давление оперативников и признаешь вину, или все-таки решишь бороться за свою невиновность, может быть, при этом больше пострадав. Вот еще у меня пару маленьких сообщений, Алексей, буквально на одну минуту про 37-й год, мне кажется, тоже Сергей Медведев говорил правильно, что это такой постмодернистский 37-й год, и мы можем вспомнить, что на самом деле тоже огромная масса дел и сталинских репрессий касались не 58-й статьи, и действительно были лагеря для политзаключенных, но там сидели не только осужденные за антисоветскую пропаганду или шпионаж, но и осужденные за госхищение собственности, за колоски, когда там крестьяне выносили, и эти люди до сих пор не признаны невиновными, не реабилитированы. Если мы по закону реабилитации были реабилитированы те, кто осуждался по 58-й статье и ее многочисленным частям, то осужденные за всякие хищения, незначительные заколоски, они собственно реабилитированы не были, и никому до них дела нету. И для того, чтобы так не случилось в дальнейшем, нам как раз и нужно добиваться изменения уголовного законодательства. Действительно, недавно прошли общественные слушания, они, к сожалению, не были парламентскими, потому что, хоть я вхожу в рабочую группу в Госдуме по совершенствованию антитаркотического законодательства, там нам слушания провести не дали, и мы проводили их независимо от парламента, и у них есть совершенно определенный результат, резолюция, которая содержит совершенно конкретные требования, и Алексей помог тоже сформулировать, что нужно сделать в уголовном догоне, чтобы вот этих осужденных заколоски, если проводить аналогию со сталинскими репрессиями, было меньше, или их не наказывали так строго, и вообще были какие-то альтернативы вот этому бесконечному всеобъемлющему лагерю, который по всей России распространился с сотнями колоний и следственных изоляторов, потому что те люди, которых там привлекают по 228-й статье, они, конечно, нуждаются в совершенно другом участии государства, в социальной медицинской помощи, реабилитации, и уголовный закон, собственно, должен быть переориентирован на то, чтобы потребители наркотиков, которые составляют 80% осужденных за поинтаркотическим статьям, были выведены в принципе из зоны уголовного правосудия, и были применены к ним меры и другие, административные или социальные медицинские. Арсений, спасибо. К сожалению, не получилось ответить на вопросы, но мы в фейсбуке открыты, я точно можете мне писать, спрашивать, задавать вопросы. Всем огромное спасибо. Маленькое объявление, книгу Алексея можно купить на стенде Альпины Паблиша C5, буквально уголовно торчит.